всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий и мы сейчас продолжаем играть в кужлевку вот глава глава 6 аншлаг акт как ребят что-то у нас по новостям давайте посмотрим вот такой комментарий дал валерий михайлов потихонеченков выступивший своего рода парламентером со стороны землян а мы тем временем продолжаем прямое включение продолжаем прямой эфир из деревни кужлевка где состоялся первый контакт межзвездный можно сказать вот вы видите какая тут очередь народ ждет молодой человек вот вы и зачем в этой очереди стоите ну я как-то по привычке смотрю стоять все а я чё понятно а вы мужчина чего ждете от встречи с инопланетянами и от первого часового завода сюда командирован у нас производственная линия вообще развалилась второй месяц не подвозят винты для часовых механизмов малюсенькие такие старый поставщик стоит у них сталь кончилась ну я как-то в винтов партию попросить что ли хотел жить не наш зарплату пуховиком вот дали китайским надо может кому сейчас жарковато в нем за 40 баксов отдам а вот мы видим даже мужчину форме скажите пожалуйста что вас сюда привело я можно сказать тоже как вон молодой человек прикомандирован было у нас из военной части кто-то угнал два танка пытаемся вот разобраться ну может они с неба что-то как-то видели в конце концов где там собака-то покопалась понимаешь понял вас ну а вы женщина чего ждете ой вы знаете сейчас такие цены а у меня сын из армии возвращается хотела ему магнитофон японский вот с такими проблемами наши люди идут к инопланетным гостям там кого-то тащит по моему спасибо сергей тем временем из болгарии пришло письмо от бабы ванги болгарская пенсионерка огорчена по поводу переезда очереди у ее дома в кужлевку проведется обвиняет кужлевцев в шарлатанстве и уверяет что тарелка поддельно ванга расстроилась кужлевки попер народ со всей области утро доброе опережая вопросы это эксперт приехал а эксперт чего много толку нам от такого эксперт да это он на радостях еще как на подходе и увидел он же вроде как всю жизнь эту тарелку искал очухается а это эксперт котором мы звонили налить человек конца готова так по щекам что ли похлопайте давайте не надо я и не мечтал увидеть нечто подобное вблизи расскажите мне все что вы не знаете ну мы ничего не знаем ну она врезалась мой дом теперь я устроился к ним переводчиком зарплату не платят ну как ну как везде это все нет ну не прям все в нее можно зайти на свой страх и риск ну или что-то положите тогда и тогда она что-нибудь сделает эдако в общем она очень хитро и непредсказуемо на все реагирует поэтому мы всех подряд стараемся не пускать а вот показываться сами они не хотят да напрямую они с нами не общаются к телевизору валерий михалыча присоединился какой-то модуль и теперь он функционирует как 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 секретарша в приемные на заводе но я про телевизор а михалыч как бы директор в общих чертах но хорошо вы можете привести какие-то примеры их деятельности ну а вот перед вами стоит я был лысый как коленка а теперь шевелюра как у кобзона это надо мной тарелка поколдовала значит своего рода исполнитель желаний видимо через наши мечты они хотят выяснить с кем имеют дело даже если они потерпели крушение то скорее всего с их-то технологиями им ничего не стоит держать оборону в тарелке пока они все не починят или пока их не эвакуируют свои но раз они оказались здесь то им надо обязательно знать с чем они столкнулись понимаете открытый космос все равно что окраина казани поздней ночью даже знать о себе кому-нибудь не тому их она а как им докажешь что с нами них она правда ли них она ну что я могу сказать тщательно выбирайте кого будете впускать внутрь только это и остается сюда по-хорошему должны съехаться философы писатели поэты ученые безусловно теперь нет никаких сомнений что уфология наука так что я вот к примеру с сегодняшнего дня безусловно ученый понятно на что вы намекаете дипа он хочет вовнутрь ну давайте сумасшедший уфолог метафизика сумасшедший уфолог метафизика или уфолог метафизика сумасшедший уфолог событий не произошло критического сообщение доставлено без искажений новый рекорд подсчет новых слов 19 текущие очки знаний 52 иди с богом с богом на так на этот счет никто и не поинтересовался да кстати бог это или не бог может это бог нам прилетел если в мои руки попало действительно то о чем я мечтал то вы можете привести какие-то примеры их деятельности охренеть он загадал опасная штука положите на стол и не дотрагивайтесь никто не должен узнать слышите никто это в разы опасней самой тарелки я заберу ее в наш ней это в гараж или в подвал нет никуда вы ее не заберете слишком опасно а давайте я в нее шмальну пару раз от греха нет а вдруг откроется черная дыра надо надо засунуть ее обратно человечество не готов я понимаю попросить их открыть ну уже войти можно лишь единожды на стать эту штуковину мне мало ли всякой пригодится может получено в достижении машина времени мы должны сделать машина грязи сделать и я сейчас же помчусь в одну знакомую редакцию и цир так что там исходная станция конечно станция переброска закончена лишь что можем перематывать назад вперед хорошо ну вот теперь при всем желании ничего ни от кого не скроют держитесь тут вон видите шар на столе его прихватите может он подскажет вам откуда они прилетели вдруг заблудились и приплыли как те солдаты на барже попробую выяснить прорваться бы через эту толпу кстати о толпе думаю можно потихоньку начать впускать людей как я видел тут уже далеко не только местные да вот так ребят полет день тарелка вот так вот люди как стадо баранов будут ходить к ней и молиться знаете друзья большая просьба знаете сейчас я поставлю на паузу знаете вот говорят да то что вот там вот что вот это вот у нас вот построена пирамиды вот что они значит да вот это почему вот так вот от люди вот такие существа вот упал тарелкой что люди люди уже паломничество к ней устраивают уже молиться готова на нее просто молиться представить вот в древности да вот люди тоже что-нибудь упало с неба еще они тоже идут эту молиться то есть мы людям вообще не меняемся понимаете за группы молиться на тарелку по сути хотелки свои здравствуйте здравствуйте потрясающе просто невероятно дорого это и есть исполнитель желаний дорого ты дорого в случае мне на что дорого ну сперва для начала вы свои желания нам озвучьте у нас тут что-то вроде худ совета все всех подряд не пропускаем да сперва небольшое собеседование вдруг вы ну не знаю кислотой плеваться хотите ну вдруг вот таких людей мы стараемся не пропускать фамилия мая дорого я вам все расскажу честно я даже так скажу предельно честно товарищи я всегда знал воров и разбойников нужно привлекать к ответственности это априори это так сказать библейская истина я так воспитан сейчас на нас очень много грязи льют а я вам так скажу хотя бы на каком-то отрезке истории российской государственности нас вот ну в самом деле оставляли в покое но не оставляли получается так вот я собственно к чему веду вот это вот основная проблема расхлябанность перегиба на местах это все понятно а идеи нет идеи ты не хватает старая идея кончилась а новую не придумали как-то надо народ подтягивать нам что предложили обогащаться но это не идея вы посмотрите в окно что видите разгул бандитизма взяточничество чуть ли не что называется то самое беспредел а вы подумайте но если немножко усилий приложить но это первое а что касается достижений мы все сделаем это второе но удержать не получается я конечно полностью согласен но форму то формула к чему приводит там там детали скрываются у значительного количества лиц свои интересы а вроде бы все по закону а вы спросите спросите уважаемых друзей из соединенных штатов вот они вот эти вот все свои которые снимают вот это вот вот это вот все а наши пацаны простые русские ребята потом в эти видеосалоны так называемые новомодные просто в очереди выстраиваются чтоб посмотреть очередного арнольда как там советских людей пачками губят вот и проблема америка тоже это все надо прекратить в мое вот время там что крутили такие фильмы нет они порядок он не за ночь пришел вам мои ответы может быть не понравится я такие темы поднимаю но в мире все очень сложно надо смотреть правде в глаза потому что не все так однозначно собственно вот в чем в итоге вы подумайте ночью америку хочет уничтожить еще не понял ты вам мозги будешь пошел вон я и слова не понял но это уже под сомневаться у вас уходить ну ни черта не понял вы чего хотите в итоге ну ладно ходить что ли ну он вроде как бы сказал то что хочет бороться с бандитизмом с этим совсем то есть вот то чтобы люди какие-то идеи у них какая-то была цель да они к этой цели шли не занимались типа разбойничеством всяким таким наживой а цель поставить типа как коммунизм что лил опять хочет вернуть потом он заикнулся про америку типа говорит зачем нам там смотреть про это прототипу чутон пускай входит ладно в самом деле порядка как-то стране не хватает строгости вот этой вот дело говорит все по фактам я вас очень благодарю вы сейчас неимоверную сознательность проявили это просто так не дается и не продается открывайте прошу не пожалеете в самом деле стране идея нужна сильный лидер сейчас как никогда с внутренним нежелательным элементом разделаемся еще потенциал колоссальный всякие эти там еще публично осмеливаются говорить что россия не заслуживает такого обилия природных богатств странно слышать тем более публично обвинить нас пытаются в любом грехе отцапать то чего их ума не касается так мои бошки подкручиваем это прошу прощения конечно но на их же что называется языке но мы естественно по пути насилия не идем в общем откройте дверь пожалуйста правильно правильно все говорите по зубам им всем как дать разок чтобы на россию не тявкали а как по зубам то он хочет я можешь сказать именно вас все это время и ждал ладно пускай мать перемать михалыча вось не бурчи все он правильно сказал а вы вообще поняли что он хочет но якобы численно но слова сказал правильный он америка хочет уничтожить поддерживаю торопитесь у россии очень мало времени мне кажется хочет уничтожить ага война видите война месть но где так прогресс союз популярность давайте так событий критических не произошло доставлен без искажения давайте посмотрим что будет я выгнать на хрен можно сейчас выйдет какой-нибудь кибер дорох дорохов ребята это дорох великий начальник россии подписал союзный договор с развивающимися экономиками азии и африки получивший название исполинский пояс мира заокеанские коллеги забеспокоились гегемонии запада приходит конец тем временем наши китайские товарищи занятой разработкой недр сибири пока еще не спешат подписывать союзный документ однако нет никаких сомнений что в ближайшем будущем михалыч машинка жми назад скорее кидается что нас китайцы захватили всех спасать сейчас буду мысли отматываем там китайцы короче захватить нашу землю ребят с америкой тогда все хорошо но китайцы захватывают нас видео салоны так называемые очень интересно иди отсюда да немножко не получилось ребят да не над нас так не устраивает чтобы мужики вы меня так не пугать таких как вот этот сразу за порог надо давайте следующего не как бы с азии да там всю америка заволновался но китай захватил всю сибирь как не раз такой расклад и дальше по очереди с афгана видимо может со служивыми впредь будем осторожнее ты чё несешь у него ноги нет вернуть видимо хочет вы да заходите следующим ничего все у вас тут здрасте товарищи меня сергей зовут с афгана с афгана интернациональный долг выполнял а вернулся в другую страну это не целиком так какие намерены с какими намерен пришли здоровы вы каким намерением пришли я тут разработкой одной занялся чертеж сделал изобрел можно сказать принципиально новую коляску вам я так понимаю тоже не помешает в общем хочется попросить их мое устройство для всех инвалидов собрать чтобы и в кинотеатр и на прогулку и в магазин можно было а то ни пандусов ни черта нигде что было вот у нас в городе уж на металл разобрали вам бы тоже пандус поставить между прочим я тут что-то насчет служивых краем уха услышал вы это очень даже напрасно как-то даже обидно сами-то в армии служили сами не служили но я совсем не это имел ввиду понимаете тут до вас такой тип зашел что я просто вы извините некрасиво выразился но имейте ввиду что так нагло как воспользовались нами не пользовались никем и никогда а я вроде как с довольно приличной и скромной просьбой пришел поможет мне ваша тарелка как думаете типа он инвалидное кресло доходит коляска а зачем коляска почему бы вам не попробовать свернуть здоровье самому себе как-то даже странно от представителя вашего поколения такой вопрос слышать таких как я тысячи а до вас доковыряют единицы над как-то все таки и о других подумать давайте ветеран чертеж коляска конструктор инвалид ну давайте чертеж чертеж коляска инвалид ну конечно другое подобрать о поискозилась во время отправки это печально ребят насчет сейчас другой будет мне прям входить или просто чертеж засунуть я все-таки тоже зайду может подсказать чего попросит сейчас как выйдет как знаете в первом человеке пауке там у него сзади такие эти будут при бежим ох ебать да сделай сам называется так сюда 20 тачек и за час разгребем фух я надо записать инженеров больше не пущать нормально давай кто там следующий а полинар на заглянуть решила во имечка марфа полинарина марфа полинарина а полинарина здрасте марфа полон на полонов 6 лет тут штаны просиживаешь а имя мое не выучил я очень спали апполь и апполь и исполи о плед наривно апполь и налиток апполь и наривно плюшки мамы да потихоньку здоровье поправить пришли апполина ревна у меня со здоровьем никаких проблем нет я вас еще всех переживу кто с моё прошел либо сразу умирают либо живут долго а чё не сигаретам зуба лагерь инопланетянам рассказывать не обязательно а тот что про коммуняк твоих плохо подумают мне все страшно пусть собой меня заберут мне тут уже ловить нечего марфа полинарина так ведь все теперь как вы хотели демократия вон зачем вам да говно тут ничего уж не получится ну вы хорошо подумали то вдруг вернуться уже не выйдет а к чему мне возвращаться родных нет рожи ваши видеть не могу дай с ним полечу хоть интересные покажут не знаю правда собираются ли они улетать к пускай идет бы нам не жалко скряга путь демократия старость старость путь старость демократии пускай идет ее отправят демократии событий критических не произошло до 100 сообщение доставлен 99 процентов попробуем запульнуть я туда дрянут старуху космос гряную старуху запускаем в космос ребят взяли кажись это на убийство по неосторожности не потянет преступную халатность накрутить можно так что ты ничего не видел вот бабка-то перченая она когда с лагеря вернулась у нас девчонку соседскую пятилеткой назвали вы бы слышали как она на весь двор орала пятилетка обосралась пятилетка обосралась я даже наверное скучать буду ну надеюсь что с ней там все будет хорошо следующий пожалуйста граждане не толкаемся здравствуйте а сейчас кажется на тот самый счет и поинтересуется кто там кгб батюшка день добрый добрый с конкурентами пришли разобраться не умничай да ничего я к шуткам привычный чего вы ждете от тарелки чего вы от нее ждете что она вам вот так вот все и расскажет я хотел пару блоков танхела попросить мы в италию готов восемьдесят третьем по одному вопросу мотались ну и как-то мне так понравилось но разве у нас такое купишь на то время а сейчас то все есть но в нашем захолустье не найдешь нигде а если найдешь так там цена такая слушайте может лучше поинтересуйтесь у них насчет как и думал а я сразу понял что вы так и думали на самом деле мне другое нужно разве искать у них подтверждение не противоречит самой идее веры противоречит поэтому подтверждение у них я искать не буду мне ни от кого никаких подтверждений не надо мне нужна помощь по вполне человеческому вопросу пожалуйста отвернитесь батюшка просто захотелось его от ожоги от потерянного прошлого хочу чтобы они стерли их без следа поможете их будете шутки шутить послужной список мое почтение вы бы хоть собирателем фольклора каким-нибудь снимок сделать дали я таких лагерных раритетов даже по молодости не видел хотя была у нас тут одна улетела но голая ее не видел бог миловал рад что вы удачно сменили профессию но давайте попробуем то есть он татухи хочется еще серьезно вы потратите свое единственное желание вот на это ну да ладно пускай хочет человек хочет расстаться чистилище сигареты ошибка тюрьма вера италия батюшка добьется того чем приобретет очистилище сигареты ошибка туту не или татуировки как там правду татуировки ошибка вера батюшка добьется того чем пришел подожди батюшки а а тут даже написано что будет ребята только сейчас увидел здесь мелким шрифтом написано то что батюшки вручат подарок напоминающий молодости а если вера сигареты италия батюшки вручат подарок напоминающая молодости то есть это сигареты дадут ему про чем хочет он снять себя татушки хочет правильно вера тюрьма ошибка узнает для себя многого нового давайте вот так вот там написано что он как узнает критических не произошло доставлен без искажения то есть на 1 это ориентироваться ребят а я не ориентирую наконец-то хоть кто-то поинтересуется хочет оттухи с рисовать но сначала говорил про то что сигарет хочет ночью не получилось не поняли они вас расстраивайтесь чё вздыхаете нет а как это батюшка и рая тоже нет ничего нет полученного достижения ничего нет а вдруг и в самом деле нет ничего и что это что же получается не с родителями уже не встретиться ничего ладно я кстати ворочался всю ночь телевизор включила там клуб путешественников крутили сицилию показывали там в кофейнях оказывается на стол банку ставит куда чаевые можно закинуть может также сделаем все добровольно кто может оставляет то не может ну все значит вон бабка это болгарская тоже сахара кусочек берет нет ну а что если добровольно как-то твоя болгарская бабка с ничего нет уже и не сильно вяжется ну пускай если там тут хочет пожертвовать какие-то добровольно основе добровольных нет вы знаете для 68 я теперь выгляжу очень неплохо да просто как-то попривыкнуть надо привыкнете привыкнете доброго вам здоровьица агриппин петровна ох какая молодушка стала ребята завидная невеста будет запарился уже чё в банку не кинули ничего да и ну гостинцев каких-то натаскали водку короче там очередь еще за месяц не пропустишь и все прут и прут а гостинцы это очень даже хорошо это очень даже правильно вот такие вот дела так скажу дарницкого краюху лучок соль маслица бы еще не рафинированного вонючего ничего на хлеб копнуть и в водке стакан и ты самый счастливый человек на свете никакая на лаоне нужно это ходит тут желает чего-то ну будем тут это извиниться я немножечко хотел беда небольшая случилось мишка кто и водки приложился основательно и в общем мы нас ли и как его вылечишь теперь они же только один раз спускают без попутал мужики вы мне поведение мое простите все-таки я к водке больше не притронусь я теперь трезвенник мне вселенная так маякнула видать что пить не надо но выпьем за это дураков нет пиши отсюда трезвость это хорошо хочешь выпьем за это хочу пить больше не вода она на ней налить гореть я гореть все пить не буду да 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 все у вас ну миру мир да 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 закончилась них водка видимо выпили они все вот и пришел все подобраны записки можно посмотреть меню журналом акт восьмой седьмой точнее дрейф а всего 12 глав ребят нужен 7 так что не переживайте исход думаю что игра длина я душу парочку троечку серии все встать это что ангит млекопитающие а что неплохие наброски я делал бортовой журнал клима чтобы не сойти с ума я буду ввести бортовой журнал хотя бы хотя пишу я при признаться плохо а вот язык у меня подвешен по но лихо беда 0 х беда от начала мы уже долго и куда плывем и почему неизвестно отсчет поведу от сегодняшнего дня потому что точно сказать сколько плывем не не скажешь закончили закончилась жрать и пить тоже закончилась пивка бы пивка бы было засадить круто но разве можно пивку из консервированной сайры сделать и это все что осталось сейчас напишу все что съем в первый день как как нас спасут или мы сами доберемся до суши если нас кто-нибудь найдет и спасет то надеюсь тут надеюсь что когта того корабля нам предложит разносол водку капусту квашеную обильно политую вонючим подсолнечным маслом и стмином потом пюре подлива биф строгана салат оливье салата капитанский 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 курочка печеная с майонезом мясо по-французски и майонезом картофель ваш борщ украинский со сметаной драники белорусские тоже со сметаной а если нас никто не спасет то но мы доплывем до острова то я съем кокос потому что больше там ничего не будет наверное здесь и далее описание яств и напитков желаемых климам на протяжении 670 дней день 671 все идет по плану но план пока не придумали попробовали поймать рыбку но на степину ушную серу успехов и успехом дело не увенчалась даже нет сил чего бы я сегодня хотел до чего бы я сего сегодня хотел дату больше писать не буду потому что ничего кроме горя это число не внушает я теряю надежду на спусение очень хорошие новости на шоу флакон одеколона шипр вы выдул его 11 стыдно перед товарищами я помню что что-то писал в моем бортовом журнале но почему-то вырвал страницу теперь найти не могу стыдно что выпил один шипр но я думал мне будет мало даже одному не то что если я с другим поделюсь но я так давно не ел что очень сильно опьянел и ничего не помню но ребята не подали виду что что-то там такое было или я что-то не то сделал в общем может не заметили я у себя в каюте сидел я начинаю привыкать к той мысли что мы туда навсегда мы тут навсегда и компания неплохая опять же ребята все наши просто я боюсь что если я умру то меня съедят и я ни в коем случае их не обвиняю пусть это понятно все но ведь когда они меня сожрут они все же мной и посрут и я их говном стану вася кусок меня высрит чего они меня сожрут они меня сожрут они меня сожрут они же мной и посрут и я их говном стану вася кусок меня высрит, Стёпа кусок меня высрит, Михалыч кусок меня высрит, и все будут одновременно на краю мачта сидеть и срать мной в море. Заболел я плохо, сил нет уже. Возможно, слабее всех остальных себя чувствую. Возможно, потому что шипр выпил. Сегодня выкурил... Выкурим, наверное, последнюю сигарету, нашу всю все вместе. Его высрут, ребят. Его съедят, а потом высрут. Когда смешно, тогда не страшно, ребят. Ой. Страница журнала Клима. Помню, как в сельский клуб привез сталкера, и я единственный посмотрел и все понял, но никому об этом не сказал. Меня ведь за дурачка считают. Ведь зона — это место, которое посетил Бог, безусловно. И Советский Союз был местом, которое посетил Бог. И мы таскаем хабар из Советского Союза. И ничего лучше Советского Союза мы не придумали на этой территории. Я советский школьник по психотипу и не собираюсь меняться. Я думаю, что лучше того образа жизни нет ничего. Но есть у всей этой красивой утопии и попытки ее построить построить один недостаток. У человека остается свобода воли. И даже лучшие инструменты и способ жизни, которые ему могут дать, он сможет использовать во слое. Журнал. Брежневская рокировка. Основного исторического мифа. Советский Союз на первый взгляд. Ребята, кому интересно, можете почитать какие-то песни. Можете почитать, кому интересно. я что-то читать не хочу. Там какие-то... Не дай бог, пока мне еще ФСБ придет. Так, а... Какие-то странные у вас корабли. Это корабль. Какие-то... Страница журнала Клима. Лечебное лечебным зеленым источником одеколон Ширк. Различается по-своему скукоживающуюся желудку. Приятная тяжесть позабытая за долгие дни и ночи наших блужданий развею... Разливается по кончикам пальцев. Это я пью из бутылки или бутылка пьет из меня? Ответа на этот вопрос я не нахожу. С тех самых пор, как впервые угостился самогонкой дома у того самого одноклассника, что возрослел раньше остальных. Пожалуй, такой был у всех. А потом угостился еще раз, и еще раз, и еще. Я пью из бутылки или бутылка пьет из меня. Немножко бредятины попахивает. О! Дрейв! Это, видимо, они, да? Подвиг группы Зиганшина, Зиганшина, извините, не знаю, характерен для эпохи подтепеля, поскольку был мирным. Молодые и симпатичные ребята в международном составе, татарин, два украинца и русский, а в американских костюмах, брюках, дудочках, по последней мое того времени просто натуральные битлы. Более емкий образ советского героя для начала 60-х и представить трудно. Впрочем, битлы Битлы или битлы? Как они? Битлы или битлы? Кто они там были? Появилась даже после наших позже наших советских советских звезд. Оставшись на самом деле, ля-ля-ля, что он, в общем, какая фигня. Как-то не пойму, то есть ли историю, а хоть какую-то историю интересно почитать? Там не история, ребята, а просто... Просто как бы что-то как-то, да. Это, видимо, рассказ про каких-то... То есть это реально, видимо, рассказ про каких-то моряков, которые куда-то плыли, их потом там спасли. Да, я правильно понимаю. Они дрейфовали, их, видим, потом спасли. Сапог поделим на четыре равные части. Что тут думать? Там две планеты. А у тебя линейка-то есть равенство замерять? Короче, сапог надо разделить так, чтобы побольше досталось тем, кто еще в силах что-то делать. А-а-а, вон оно как. Вы, кажись, подзабыли, что сапог-то вообще-то мой, персональный. Значит, я могу рассчитывать на самый жирный кусок. Сапог не твой, а государственный. Государственный сапог на всех поровну не поделить. Я руками работаю больше всех, значит, имею право на кусок побольше. Да как тебе не стыдно? Мы все в одной лодке. Что, совести только на месяц хватило? Прошло больше месяца. Мы дрейфуем дней сорок. А ты считал? Ну да. А ты чего отмалчиваешься? Как сапог делить предлагаешь? А мне бы журнал поискать. Отдать климу, поделить по поровну. Поровну исключительно. Глупость какая. Еще обсуждайте. Вот именно. Нам всем должно быть стыдно, что мы вообще-то обсуждали. Сейчас мы все по справедливости поделим поровну. Эй! Эээ! Ты вообще не с нами? Отдай! Вот и все. А, кстати, чайки летают обычно около берега. Недалеко от берега они обычно летают. Чайку хватать надо было, кретины. Пожрали от миска. Лови, мужики, рыба летит. А меня не хотите? Давай. На жаркое. Что ж ты, Степа, его не догнал? Тоже мне нашелся, силач. Кормили бы как надо, был бы у вас силач. Оно куда-то в трюму летело. Поищи, Валера, ты у нас самый молодой. Ага, сытый, голодным не разумеет. На мисца все-таки догнать надо. На мисцу догнать все-таки надо. А где еще одна записка? Где у нас еще одна записка? Где-то что-то не нашел. А, наверное, вот здесь, да, там было. Дверь, наверное, вот эту я не открыл. да, ребят, мы здесь, наверное. Знакомая картина. Да, знакомая. постреляем. Постреляем. Враг уничтожен. Ух, ёпта. О, мужики сидят. Прямо холл бомба нормального? какая. какая. О, Чё они там? Подождите. Они там на ноге? На ляжке. то ли 58, то ли 5b. Развратница. Но когда уже чёрт бы её побрал? А-а-а-а. показалось мне значит, не было никакой рыбы. Угу. Понятно. Слушайте, вам не кажется, что от снаряда лучше отойти? Ага, нашёлся, умник. Эта штука наш последний шанс свалить отсюда. Да что ж такое-то? У них хоть заряд есть? Ну. Эй, я вместе с вами подорваться не собираюсь. Ну и очень глупо. В самом деле, а что тут ещё ловить-то? Ой, мы не против его с собой взять, а он ещё нос ворочает. Фу ты, ну ты. А-а-а-а. Всё. Использовать. Нет, подождите, использовать мы пока не будем. Подождите. Давайте глянем там что-нибудь. Ох, ёпт. Не очень хочешь, чтобы Валерий Михайлович сделал бум. Скудно. Надо вернуться к скелетам. Что? Скудно. А больше нету здесь ничего, как бы я? Я лучше вернусь-ка я обратно. А, я понял, ладно. Типа, видимо, намёк, что ты здесь ничего не найдёшь, чувак, иди это. видимо, так. Надо же, вернулся. какая неожиданность. Это да. Так, без вас её, без вас её найду. Должен признать, ловите, правда, нечего. Загляни внутрь, вдруг разберёшься. Хотите подорваться? Ладно, сейчас мы вам это оформим. Взять, взять. А там что-то было написано 5б. Какое разочарование. А я, если честно, никогда и не верил в наш успех. А я вообще никому никогда не верил. Ох, ёпта. А чё мужики хотели-то? Валерка, что ты перед собой видишь? Ну. Да говно. Я вижу очищение мира посредством всемирной Хиросимы. Ужасный конец лучше ужаса без конца. Резьбу человечество сорвало, Валер. А теперь уж окончательно. Да, такая вот всемирная шоковая терапия. Пройден последний барьер, сдерживающий ваш вид от самоуничтожения. Теперь вы знаете, что есть и другие. Со своими страстями, со своими ошибками. В общем, ребята поумнее вас, но тоже не боги. А это окончательно развязывает вам руки. вас больше не будет сдерживать страх поставить под вопрос само существование вселенной. Разве существует что-то, зачем некому наблюдать? Ага, как же. Попробуй, докажи. а теперь при любых раскладах кто-то где-то да будет. Не разговаривай мне, не разговаривай мне зубы. Каким-то образом у нас теперь развязаны руки. Раз они здесь, то всем воинам конец. Земля маленький шар, вселенная даже не заметит. Сейчас я обломаю твои крылья и сожру твое мясо вместе с голодными товарищами. Каким-то образом у нас теперь развязаны руки. Раз они здесь, то всем воинам конец. наивно. Вы можете прямо сейчас позвонить на другой конец света и даже факс отправить. Разве это на что-то повлияло? Разве это сделало вас ближе? Изменило что-то в вашей психологии? А? Понимаешь, нельзя быть уверенным в существовании предмета, за которым некому наблюдать. Солнце может остаться, но оно будет остывать в одиночестве. Земля превратится в безжизненный булыжник, подобный миллиардам безымянных астероидов, на которые никто и никогда даже не взглянет. Но теперь вас не будет пугать эта перспектива. Мимо вашего булыжника уже пролетали. Теперь он реален. Теперь он есть. Значит, разбомбить его ко всем чертям не страшно. Жизнь продолжится своим чередом. Продолжится сама реальность. Потому что Землю она теперь не ограничивается. Так, ты знал. Заставляя себя вставать морозным утром и совершая нечеловеческое усилие, чтобы добраться до сортира во дворе, что точно такой же путь с утра проделывает еще много миллионов советских граждан. И реальность момента не позволяла тебе остаться лежать на печи. А если бы ты был один? Для чего бы все это было, если бы не миллионы других? Пара сотен тысяч лет разума и осознания реальности просто вспышка. Аномалия. Это смешно даже. Что-то что мне теперь делать? Верни меня воду и предупреди всех, чтобы не давали мне из нее выйти. Я могу тебе доверять? Да, можешь. Валер, пора возвращаться. Хрена себе. Ну, пойдем возвращаемся. Так, сожрать мы его не дадим. Мы дали слово. Сейчас моя очередь. Тихо, ты, весь фильтр замысляю. Тихо, Михалыч, кажется, брось сигарету, обидится, что без него выпустили. Как я обещал его выкинуть. Смотри-ка, последний сигарет ускурили без тебя. Нет, да. А как тебя выкинуть? А может я сам выкинусь? я сам надву кинуться? Подожди, а как мне выкинуть? Иди, я же вот тебе обещал кинуть. Иди, воду. Я же обещал. О, Михалыч принес. И чем будем его разделывать? Так, сожрел. Что, металл никакого нет на корабле? Что, нет ножа на корабле? мы не будем его есть. будем. С ума сошел. Как и ты? Чудишь, Валерка. А, впрочем, кушать водно. Я его спасу. Я должен вернуть его воду, чтобы он никогда из нее не вышел. тебя сейчас сами в воду вернем. А ну, давай сюда. Встряли, Валер? Это ничего. Будете держаться друг друга? Совсем справитесь. Только глотки друг другу не перегрызите. Какая ж ты сволочь все-таки. Пошел вон. Мы с тобой больше не будем сидеть тут. Ищи себе других друзей. Да, Михалыч, расстроил ты нас. Погодка-то ухудшается. Пойдемте внутри переждем. Стойте, а это что? Корабль. Корабль. Я же не один его вижу. Летит что-то. Вон! Эй! Это ж американцы! вот спасение вам. Я к американцам не пойду. Да какая теперь разница? Я хоть самим чертом отсюда силой затащить. Как я его по этой лестнице потащу? Черт с ним времени нет. Пусть тонет. Не полечу я с американцами и все тут. Проваливайте мне и тут хорошо. Вася не глупи. Ну я тебя прошу другого спасения не будет. Что за наркоманец? Ленин. Ленин прыгнуть в Ленина. Прыгаем Ленина. Ничего не боимся. Прыгаем Ленина, ребят. Ленин лучше, чем американцы. Исход истории зависит исключительно от ваших решений. Не забывайте, что Валерий Михайлович опять не успел дочитать. Восьмой акт, ребят, гости со всего света. Восьмой акт уже будет в следующей серии. Серия длинная получилась, хотел короткую. С днем рождения, Михайлович, от всего коллектива. Ну давайте от всего коллектива вы меня будете день рождения уже поздравлять уже в следующей серии. Ребят, у меня в следующей серии день рождения. Да, опоздаю в тени. О, ты выяснишь с тобой уже в следующей серии, продержимся, продержимся, продолжим там уже. Всем до встречи. Всем пока.